Сначала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, украинские правоохранители зарегистрировали более 34 тысяч преступлений оккупантов. Наше правосудие сделает свою часть работы. В то же время и Международный уголовный суд должен также наказать виновных в преступлениях, относящихся к его юрисдикции. Речь идет о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Это из выступления Зеленского в Гааге, на конференции, посвященной необходимости привлечения России к ответственности за преступления в Украине. Зеленский производит впечатление человека искреннего, что для политика больше недостаток, чем достоинство. Но ему нечего стыдиться, он, стоя во главе страны, которая воюет с сильным и циничным врагом, делает все, что может, и даже немного больше. Отвечая за все и за всех. За каждую человеческую душу. И ему незачем стыдиться своих слез. Стыдиться должны те, кто убивал людей в украинских городах, и те, кто не делает ничего, чтобы наказать виновных. За ракетные удары по Виннице, за Бородянку, за обстрелы Одессы и Днепра, за смерть маленькой Лизы. Но весь мир молчал, когда фашистское отребье армянского разлива наносило ракетные удары по Гяндже, Тертеру и Борде. И тоже убивало детей. Азербайджанских детей. И маленького годовалого Сарвана в Хаджалы, и двухлетнюю Захру Валханлы. И ни о каких конференциях и трибуналах по поводу беды Азербайджана никто не слышал. На справедливость в отношении себя Азербайджан не надеется давно, а потому и правосудие предпочитает вершить сам. Азербайджанский солдат за этими эйхманами может прийти в любой момент и не собирается предоставлять адвокатов. Звучит цинично? Но не более чем отношение к нашим жертвам. В Баку давно сделали выводы, на чьей стороне так называемое международное сообщество. У него свои пристрастия, основанные на конфессиональных и этнических симпатиях, а у Азербайджана свои. Азербайджанцы не намерены стремиться к лицемерно декларируемым Западом идеалам, а при расхождении с ними не собираются рыдать в подушку. Куда важнее вселить во врага ужас, да такой, чтобы одна только мысль о том, чтобы направить оружие в сторону Азербайджана, вызывала панику. Украину поддерживает весь мир, и это нет-нет, но заставляет азербайджанское общество лучше о нем этом мире думать. Ведь азербайджанскую сторону во время Первой Карабахской не поддерживал никто в Европе. В европейские увещевания о мирном решении конфликта и «Возьмемся за руки друзья» верится не очень. Эту песню европейские демократы обычно заводят перед тем, как кого-нибудь ограбить. Потому что потом те, кому они эту песню пели, начинают пропадать поодиночке. Чуть позже те же международные организации посылают выжившим, но ограбленным, гуманитарную помощь. За их же счет, если вдуматься. И все эти ассамблеи, союзы и ассоциации сами виноваты, что отношение к их резолюциям, да и вообще к любым высказываниям в их стенах, в лучшем случае равнодушное. Иногда это даже с трудом сдерживаемая улыбка. На память азербайджанцы не жалуются, прекрасно помнят, как ПАСЕ, например, отклонила резолюцию «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана. Это был январь 2016-го. Двойные стандарты? Да, именно они. Азербайджанцы теперь научены горьким опытом и будут играть точно так же. И давайте уж назовем вещи своими именами. Авторитеты у международных организаций ровно столько, сколько сил у армянских вооруженных сил. Так что теперь жених может даже поцеловать невесту. Когда право не работает, а право, увы, не работает, обычно появляются ворошиловские стрелки. Или организации вроде Дифаи, чья функция заключалась в физическом уничтожении нечисти. Или государство проводит операцию «Митсвах Элохим». Потому и ориентироваться стоило бы не на конференции, а, например, на опыт Израиля. Мы достанем вас везде и не обещаем вам легкой смерти. Точечные удары, последовательное уничтожение и тех, кто отдавал приказ вести огонь по жилым кварталам, и тех, кто эти приказы исполнял. Жалость к чужим приводит к увеличению смертности среди своих. Международное право? Его просто нет. И враг, который может нажать кнопку «пуск», должен бояться. И бояться не только за себя самого. Он должен бояться и за свою семью. Нужны списки, было бы желание. Чужой правым не бывает. Только свой всегда прав. Своему нужно придумать 10 тысяч оправданий, а чужой обойдется, потому что он чужой и не имеет к тебе никакого отношения. Может быть, об этом не стоит говорить, но поступать нужно именно так. Вспомнить хотя бы роман Толстого «Петр I», где есть замечательный эпизод. Беседа Петра со стрельцом. «Жалеешь, что не зарезали меня тогда маленького? Знаю, что у каждого из вас, стрельцов, на меня нож припрятан. Да только у меня на каждого из вас топор». Вот от этого азербайджанцы и будут отталкиваться. И не только отталкиваться, но и друзьям советовать поступать соответственно. Даже минус один – это уже хорошо. Раз уж никакие ГААГи и никакие конференции для Азербайджана не созываются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...